Второго сентября 2020 года мы с Ириной посетили маленький городок Витби. Довольно-таки старинный, основанный еще в седьмом веке. Что интересно здесь, туалеты платные по 40 копеек, но они открыты. Это очень большая радость во время всеобщей пандемии. Решили купить карту за один фунт. Кинули рубль в автомат, но карту он не дал. Так началось путешествие. Городок Витби находится в устье реки Эск, расположенной в городстве Северный Йоркшир. Иногда можно услышать, что город Витби называют северным морским курортом с прекрасными песчаными пляжами, протянувшимися на километры. Но слово курорт в этом случае нужно понимать как место далекое от наших обыденных представлений о теплых солнечных местах отдыха, где множество отелей, аквапарков, торговых центров, ночных клубов и так далее. Нет, это невероятно аутентичное место, привлекающее путешественников своими изумрудными холмами и пригорками, сплошь усыпанными зарослями вереска, живописными природными ландшафтами и интересной историей. Хотя самым главным центром притяжения этого города на берегу Северного моря является его самая древняя достопримечательность – аббатство Уитби. Ради посещения которого сюда приезжают тысячи туристов. Справа мы прошли корабль «Эндевр» Джеймса Кука, вернее это сейчас реконструкция, музей. А впереди мальчишки ловят крабиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Поварные вербуют. Ну и краболовок сейчас столько. Сколько много краболовок. Здесь и сейчас в основном ловят крабов и лобстеров. Ну вот, можно съездить порыбачить на несколько часов. К этому призывают плакаты, на которых показаны трофеи, которые вылавливают рыболовы на этих экскурсиях. Тоже интересная вещь. А вон акула типа. Да, да, да. О, в 10 часов. На рыбалку. О, орут. Тоже зажимает. Зажимает. Самые первые летописные упоминания о маленьком приморском поселке Уитби, точнее тогда он назывался Стрешнелл, датированы 656 годом нашей эры. В тот год случилась битва короля Нортумбри, Освю, с королем Мерси около местечка Виндведа, Пенду, так звали королем Мерси. В ней правитель одержал победу, но перед тем, как вступить в бой, он дал обед. Если удача будет на его стороне, то благодарность небесам он возведет множество христианских монастырей на всех принадлежащих ему территориях. Таковой землей была и территория современного Уитби, где по приказу правителя в 657 году построили аббатство Уитби. Здесь не только проводили важные церковные события и принимали весомые решения, но и хоронили членов королевской семьи. Как же она поплывет? Нужно не видеть, стоит. Это пирс, тот просел. Вон кондуктор стоит. Вода ушла. Типа музей Торакулы. Грабач Дмитрий из Барве Загослал Дракулу. В 60-х годах 9 века на городок напали викинги, которые разграбили поселение и местное аббатство. Город Стрэншелл 200 лет пустовал. Когда Англия была завоевана герцогом Нормандии Вильгельман в 1066 году, местное аббатство восстановили. Но прошло немного времени и на город напали норвежцы, которые спалили его. Длительное время об Уитби не было никаких упоминаний в исторических летописах. Известно, что в конце 1539 года королем Генрихом VIII была произведена конфискация владений обители Уитби. А в 1550 году город передали под власть графа Уорвика. Он находился во владении этой английской аристокрической фамилии до конца 17 века. Правда, в те времена городишко представляло себя скромное рыбацкое поселение. Лишь когда на городских окраинах были найдены залежи цветных квасцов, Уитби начал расти. Квасцы применялись в разных областях, как в медицине, так и для окрашивания ткани. Постепенно город ширился и стал довольно крупным портом, где кипела бурная торговая. Здесь построили корабельную верфь, крупный объект в рамках всей страны. Славу городу Уитби как курорту принесло открытие здесь минеральных природных источников. Сюда потянулись люди с исцелением от целого ряда заболеваний. В английском городе Уитби профессионально окреп известный мореправитель Джеймс Кук. На своем корабле Эндевр и еще с тремя кораблями, которых он исследовал морские просторы. Были изготовлены как раз, эти корабли были изготовлены как раз на местной судоверке. Правда, в 1872 году она прекратила свое существование. В 19 столетии Уитби начал славиться искусственными мастерами ювелирных дел, создававшими уникальные украшения из черного гагата. Кагат это камень, очень популярный в то время, который добывали рядом с Бородом еще с древних времен. Он черного цвета. Курорт Уитби набрал широкую популярность у туристов к 19 веку, после того, как через город пропустили железнодорожную ветку. С наплывом гостей местные власти были вынуждены улучшать инфраструктуру, строить отели, магазины, дороги. Город Уитби и сегодня невероятно привлекательный для туристов. И его главной достопримечательностью, ради которой путешественники едут из других городов, являются таинственные руины древнего бенедиктинского обадства Уитби. Место загадочного, овеянного легендами и страшными рассказами. Особая популярность этого места была обусловлена выходом романа Брэма Стокера «Дракула». Как раз упоминавшися эту обитель, именно после этого поток мистически настроенных туристов вырос в разы. Популярность мистических туров Уитби вновь подросла после того, как вышел на экране фильм Уитби «Город Дракулы». Дабы не угас интерес туристов, ищущим экстрим и всплеск адреналина в своих путешествиях. С 1980 года Уитби начали регулярно проводить мистические экскурсии по местам из романа Стокера. Кроме того, в городе открыли музей Дракулы. Вообще, атмосферность и миститизм городка поддерживаются его готической архитектурой, мрачностью соседних лесов, легендами о призраках аббатства Уитби, передаваемых местными жителями. Город Уитби делит река Эс практически на две равные части. В середине находится старинный разводной мост. Это старый город Ист Клифф с дорогами, вымоченными камнем, и новый город Вест Клифф со современными туристическими достопримечательностями и местами для развлечений. Красивый набережный, отель и магазин, сувенирными лавками, пабами, кафешками. Кстати, здесь очень вкусное кофе, что редко можно встретить в Англии. Самые главные городские достопримечательности расположились в старом Уитби, разваленной аббатства Уитби и музей капитана Кока. Герб города Уитби. Согласно легенде, аббатиса Хильда из аббатства Уитби схватила змей, кишащих вокруг аббатства, она бросила их со скал, где они потеряли головы и превратились в камни. На самом деле, аммониты это окаменелости возрастом около 190 миллионов лет, которые можно найти в этом районе. Девиз города Уитби означает, что мы были и есть. Экономическое развитие Уитби сотрудено его удаленностью от основных транспортных путей и наложенных на город ограничений из-за того, что к нему прилегает национальный парк Норд-Йорк Мурс. Он не может расширяться, в результате чего пополнение бюджета производится в основном за счет доходов от туризма и рыбной ловли. Такое неустойчивое положение закономерно привело к росту безработицы, и часть населения Уитби живет на социальные пособия. Из-за низкой заработной платы молодежь покидает город, тогда как пожилые люди, напротив, зачастую обосновываются здесь после выхода на пенсию. Количество промышленных предприятий невелико, в основном они небольшие. Уитби хорошо развит гостиничный и ресторанный бизнес, правда немного сейчас во время пандемии он уже не так сильно получает прибыль, находится в некотором упадке. Также развито производство украшений из гагата. Производство украшений из гагата прекратилось в 19 веке, однако их по-прежнему продают 8 ювелирных магазинов, преимущественно ориентированных на туристов. По-прежнему процветает морской промысел, помимо рыбы в побережье добываются крабы и лобстеры. Хороший потенциал развития имеется у городского порта, который подходит для приема грузов, зерна, изделий мотинургии, леса и калийных солей. Уитби удобный пункт морского сообщения с Европой, особенно со Скандинамией. Ну вот, а сейчас осталось преодолеть 199 ступенек и мы попадем в аббатство Уитби. Но это уже в следующем видео я расскажу подробнее и про бадзу Уитби и про Дракулу Брэма Стокера. Аббатство 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 Как Брэма Аббатство Аббатство Продолжение следует...